Субтитры создавал DimaTorzok 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 А Иоанн по прошествии 32 лет Говорит, что ему по смерти Прежних евангелистов Представлены были в его требовании Евангелие Дабы рассмотреть их и сказать Правильно ли они написаны Иоанн Так как он получил Большую благодать истины Дополнил что у них было опущено И о том, о чем они сказали Кратко написал в свое Евангелие пространное Ну то есть Евангелие дополнил предыдущих трех Как они говорят, одно и то же, но немножко по-разному изображается. Имя Богослова получил он потому, что гражданин и белисты не упомянули о предвечном бытии Бога Слова, а он, Богу Духовного Дева, сказал о том, чтобы не подумали, что Слово Божие есть просто человек, то есть не Бог. Ну, чтобы так не подумать, да? Матфей говорит о жизни Христовой только по плоти, ибо он писал для евреев, для которых довольно могло узнать, что Христос родился от Авраама и Давида. Его верующие из евреев успокаиваются, если его удостоверят, что Христос от Давида. Не еще какие-то эти. Вам дать? Да. Ой, спасибо Христос. Мы рады. Мне и старшие. Старшие месторские. Позвел, нам покажет, про полный мир еще будет. Славь, Господи. А то у нас тут нет твоей гости. С праздником вас. Некоторые гости. Здоровья. Наверное, я там с Ульмани. Что-то у нас в юге. Здесь вот лишь ответственность. Его верующие из евреев успокаиваются. Если его удостоверят, что Христос от Давида. Да, да, да. Они нас отдадут. А здесь? Нет, здесь никого нет. Возьмите. Возьмите. Отлично вам. В празднике. Ты говоришь, что Шерни не должно было одного евангелиста. Конечно, должно было и одного. Чтобы истинно обнаружить, не разбудно написать четырем. Ибо когда видишь, что эти четверо не сходили, и не две в одном месте, а находились в разных местах, и между тем написали об одном и том же так, как будто было сказано одними устами. Но как? Не поделишь истине Евангелия и не скажешь, что евангелисты говорили о мышлении, святах и духах. Не говори мне, что они не во всем согласны. Ибо посмотри, в чем они не согласны. Сказал ли кто-нибудь из них, что Христос родился, а другой не родился? Или сказал ли кто из них, что Христос воскрес, а другой не воскрес? Нет, нет. Необходимо в важнейшем они согласны. А если они в главном не разногласят, то чему девица, что они по-видимому разногласят неважно. Ибо из того, что они не во всем согласны, наиболее видна их истина, иначе они их подумали бы, что они писали, сошедшись вместе или сговорившись друг с другом. Теперь же кажется, что они не согласны, потому что один из них опустил, но то, что он как бы не сказал, то об этом же сказал другой. И это в самом деле так. Приступим к самому Евангелию. Вот сейчас чуть-чуть я тут зачитаю. Матфея 1.1. То есть самое начало вот Матфея, да? Как идет родословное? Родословие Иисуса Христа. Почему Евангелист не сказал, подобно пророкам, видение или слово? Ибо они так написали в своей книге. Видение Исаии сына Моссора, который он видел. Исаия 1.1. Также взят Исаии 2.1. Слово, которое было в видении к Исаии. Ты хочешь знать, почему? Потому что пророки вещали к жестокосердным и непокорным. И потому говорили, вошли в свое видение и Господне слово. То есть здесь пояснить, когда к евреям были пророки, ходили, они не говорили просто слово Божие. Да, это избранный еврейский народ. Иудеи. Это же евреи. Сам Иисус Христос по национальности было то, что евреи. Да, знаешь, да. И когда они ходили, они говорили, так говорит Господь. То есть они могли говорить дословно, да, и не упоминать их слов, но это нужно было обязательно, чтобы их поверили, чтобы более вот как бы доверяли, что это не от самого пророка слова, а именно от Бога. Могу сказать нечто другое, именно, что видели пророки, но видели умом созерцать при помощи святого духа, посему называли то видением. Но Матфей не умственно видел созерцать Христа, но чувственно пребывал с ним и чувственно слушал его, когда он был в оплоте, посему не сказал видение, которое я видел, или созерцание, он сказал родословие Иисуса. Име Иисус не греческое, а еврейское. То есть в переводе оно значит «спаситель». Знаете, Иисус – «спаситель», а Христос – «помазанный». Слышала? Да, я читала, да? Вот, значит, еще семья. Если вы в третьей строке обращаете внимание слушателей на открытие в Гиблии, то есть вот Господне Слово, это как бы в честной открытие в Гиблии, то есть Слово не человеческое, а именно Господне. Все в едином святые пророки, начиная провещать тайны Господней, как посланники Иголы, придавали своим словам абсолютно авторитет от имени Бога. Порой Петра 1, 21. То есть в дословной комочке. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по Богу человеческому, но извлекали его святые Божьи человеки, будучи движенным Духом святым». У Исаии 1, 2. «Слушайте небеса и снимай земля, потому что Господь говорит, я воспитала вас, выкился на день, а они выкнутились против меня». Кавычки закрыты. «Непочинение Слову Божию, исходящему от пророков, приравнув к бунту против Создателя». И эти люди объявляют лжецами, то есть детьми дьявола. Как мы берем, вот во Старозаконии 4, 2, написано в кавычках. «Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Поблюдайте за правде Господа Бога вашего, Который я вам сегодня заповедую». Старозаконие 12, 32. «Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнить, не прибавляй к тому и не убавляй к тому. И ты не оказался лжецом». А, так, маленький дизайнер, так, извиняюсь, а что ты делаешь? «И не убавляйте от того». «Притчи, 36. Не прибавляй к словам его, чтобы он не влечил себя, и ты не оказался лжецом». Атриана, 8, 44. «Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять фокуси отца вашего. Он был человек-убийца, а сначала не устоял в истине, ибо нет, не умытины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец лжец». Откровение, 21, 8. «Всех лжецов учить в горе горящим огнем серую, это смерть старая. Эти же угрозы, не покоряющиеся, искажающие Слово Божие, высказаны Духом Святым и в Новом Завете». И этими словами заканчивается Библия. Откровение, 22, 17. «И я также свидетельствую всякому, слышащему слова пророчества книги Сеи. Если кто приложит, что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге Сеи, и если кто отнимет, что отцов книги и пророчества всего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге Сеи». «Ну, чуть-чуть, чтобы не устранительно было. Вот я могу тебе оставить, да, потому что толкование ты не найдешь. Ну, сама разберешься по страничкам, да? Потому что я когда книгу снимала, последовательность страниц нарушается. Вот посмотришь и разберешься, тебе можешь оставить толкование. А на следующем снахоне, если... «За хифиром идемте!» «Она вышла». «Тебе, если попадется в толкование блаженного трефилакта, вот советую купить, но оно в трех книгах». «В двух». «В двух?» «А, я путаю всегда, значит, дух». «Две книги, то есть в одной книге». «Два ингелиста и в другой». «Два ингелиста, толкование, и в другой еще на два». «Толкование». «Еще в тяжелых случаях». «Еще в тяжелых случаях». «До сколько ли?» «Ой, какая мать». «А, как тебе?» «Елена?» «Уберитель, да?» «Да». «Ну, хорошо, Паша, родители. Родители привели, да». «Бабушка привела?» «Бабушка привела?» «Бабушка привела?» «Ага». «Хорошо. А я немножко сейчас для настроения. Я Господу за все благодарю. Я Господу за все благодарю. За то, что родилась на свет. За солнце, звезды и луну, и утренний рассвет. За воспитание в родительской любви и теплый кров над головой. За грустные и радостные дни. За мир душевный и покой. За промысл, приведший к алтарю, молитвами святых с небес. Венчаньем освятившей жизнь мою, как дар из множества чудес. «Откройте царство Божие в себе. Прожить красиво – эко-диво. Прожить богато – потом расплата. В чьего нам слава и почет во всех делах мирской расчет? Хвала людская не спасет, когда часмертный подойдет. Защит истину, да не пойдет душа к одному. К любви стремитесь постоянно. Молитесь Богу неустанно. Познайте путь, познайте свет. В Евангелии на все ответ. Откройте царство Божие в себе. Оно внутри вас, а не вовне. А не вовне. Я ошибки делаю. Извиняюсь, господи, пожалуйста. Маме. Молитесь о нам всех, дорогая, Спасителю царю царей. Молитесь о матери, о града рая, Защита от огня страстей. Болезнь для тела охватила, Или душу скорбь гнетет. В любое время Божия сила На помощь нам придет. Гнем судьи от нас отводишь Слезами сердца своего. Терпением милость производишь, Чтоб всех живо слегко. Прости ж нас, мама, всех Детей своих родных. Да истребится грех От нас еще земли. То есть пока мы живем на земле, Чтоб нам очистить от греха, да? Это она сама написала стихи. О мироздании. А Серафим Морозов не читал книгу? Нет. Так. О мироздании. Ну, это я как бы читала книгу, впечатление такое было после прочтения этой книги. О мироздании. Что ты без Бога. О тварь. Что ты без своего Творца. Какой имеет смысл дорога, Коль ты не видишь у нее конца? Тебя мы тешим похвалой, Теряем время в праздной суете. Как обеднели мы душой, Дух пребывает в пустоте. Зачем рождаются все чувства И мысли разных круговерств? Зачем науке искусства, Коль все равно приходит смерть? К чему стремление человека Заложено в природе естества? На ком мир сдвиждется от века? Тому от нас и похвалай. Все в этой жизни можно изменить, Пока нас не покинул разум. Давайте же истину любить, Не частью, а с сердцем с разумом. Рождество сейчас помогли как раз. Воспоминание с детства, когда я жила в деревне, у меня такое было. В храм у нас еще не было, в храм не ходили. И у нас немножко... Ну сейчас как в колядке ходили, мы тоже... А мы говорим, что мы славили Христа. У меня бабушка давала как раз вот эти рождественские... Как он, тропарь, да, я училась брата. Мы ходили и жили. Рождество из детства. Мама раньше сехтовала, торопилась печку затопить. Меня тихо одеялом укрывала, боялась разбудить. Тесто ставила в печке, любила угостить нас пирогами. Зажигала тихо свечку и молилась перед образами. В ту пору с братом я ходила, к соседям прославлять Христа. Мешочек с мелочи носила, таков обычай был тогда. Я помню, в окнах кто сквозь свет горел. Мороз и лай собак нас не пугали. Под нашими ногами снег хрустел, а в небе ярко звездочки мерстали. Тогда собробы по колено были, легко так сразу не пройдешь. Мы вдоль колонцев проходили, к ним тропку проложила молодежь. Они под вечер сюда дали свою судьбу на женихов. А мы от бабушки узнали, что пели ангелы для пастухов. А храма не было у нас, и Библию никто нам не читал. Все это есть у нас сейчас. Тогда ж другой был идеал. Бирлянду мы на елку в праздник зажигали. Любили с братом в прятки поиграть. А суки ждества мы ничего не знали. Зато мы летели, молилась мать. Теперь с детьми бываю в храме и чувствую, как в детстве благодать. Я говорю спасибо маме. Она смогла нам веру передать. Ну тут как бы и от бабушки мне не было, что было верющее тоже. Храма не было, но я говорю, у нее огромная икона была. Храм раньше разрушали. И вот она это, ну чтобы кто смог что-то взять и скорее вынести, чтобы не поругались. И у нее очень огромная-огромная. Она даже помнит про как селся, как черная была ель, видно. И вот у нее всегда папка говорила, что интересно. Но потом она же когда умерла у нас в районе храм там был, мы туда везде передали, в другой храм. Да, там. Ну сейчас вот в моей, где селу я взяла, там 200 лет не было храма, а сейчас сделаем молений дом. Ну верующих очень мало. Я говорю жалко, когда мама жила, храма не было в ее время. Ей приходилось вот в район видеть. Человек. Говорят человеку вне свое счастье. Это верно, точно так. И удача и несчастье сам он превращает в раз и два. О кончине дома человека боится. Избегает кладбищ, похорон. Сам себе признат, но он стыдится, что по плоти смертной облечен. А святая мудрость учит нас. Ненавидит грех любой. Жить с молитвой каждый час. Помнить день последний свой. Как там в Библии сказано, помню последний твои, твоя и вовек не согрешишь. Ты 60 святых читаешь? Я Новый Завет и Полтайр весь читаю. Новый Завет, Полтайр. А 60 святых? У Балтики все есть. Есть, да? А Полтайр ты на каком? На церковном салонганском, на русском? На русском. А, на русском. Да. Ну она как на русском? Там церковно-салонганская буква, наверное. Ну, посмотри. Самое начало, первое, как он учит. Даже, может, еще... Нет, 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 это Новый Завет. А в Салтыре, ты здесь знаю, нету. А в Салтыре, ты здесь знаю, нету. А в Салтыре есть там? У ней, наверное, в Библии там. Нет, в Новом Завете. А, вот так. На, держи. Её не могу. Нет. На школе Салтырь, то есть первую картизму. Начни, и как она читается? Да. Да. Доброе жили и на земле. И все. Счастья Господа. И... Елена? А? Блажен муж, и же не еден столик нечестивых, должно начинаться. Я просто открыла это. А, ну... Да, мне сейчас просто интересно. Так, Елена сейчас... А, начало. Мне интересно. Я сейчас посмотрю. Как она тут? Елена Челова? Ну, всё правильно. А, ты всё смотри. У неё как... Блажен муж, который не ходит на столик нечестивых, не стоит в пути грешных, а не сидит в собрании развратителей. Где какое-то новое завязало из Салтырь? Это шикарно. А, Гидеон. Христианское общество. Понятно. Вот они разговаривали. Видишь, как хорошо. А у нас вот православное, ты ненадёжь. Ну, как здорово. У тебя маленький, удобный и Новый Завет, и Псалцы на русском. Угу. Вот очень хорошо. Потому что там есть это... Семнадцатый Кафизма. Семнадцатый Псалом. Сто шестьдесят четвёртый стих. Семикратно в день прославляет тебя за суды правды твоей. Вот это понятно тебе, если ты там читала? Псалом у меня девенадцатый есть. А это у тебя отдельный Псалом. А ты наизусть его читаешь? Нет, я читаю. Читаешь только? Да. А тот, когда будешь часто читать, ты его можешь наизусть его учить. Я потому что в моё время читала тоже... Ну, там кое-что было. Небольшая ситуация такая у меня сложная с ребёнком. И я читала постоянно. Тоже брала поиски. Вот эти поиски. Она уже была сверху, да? Где написано сразу «Живая помощь» и «Воскреснебог». Вот эти вот такие поиски продали. Вот. Я эти поиски читала. Когда мне было тяжело, скорбно, я их читала, читала. И потом... Ну, немножко подучила, конечно. Не так просто, чтобы читать. А когда будешь читать, и ещё специально немножко надо с ним трудиться, ты его потом выучишь. И его просто один раз если выучить, и тебе хватит за всю жизнь. И ты будешь его всегда знать. Потому что вот это с собой носить неудобно. Ты можешь все ряд забыть. А так, когда выучила изусть, очень хорошо. Очень помогает. У меня ещё это... Мама вот сейчас расскажу. Случай был такой интересный, покойный. Она в своё время... Ну, как вот раньше же было. Ещё, наверное, при советской власти. Как их называли? Раньше вот приезжали... Не цирк, а вот как называется это? Вот человек, вот так они его... Гемотизёр. Я вспомнила. Гемотизёр. Она пошла на какое-то там мероприятие было. И вот он там какие-то эксперименты проводил. Вот. Но она у меня всегда знала тут тоже живую помощь. Но я жил. Молела. Верующая. В храм ходила. У меня тоже бабушка была. Верующая. Эти... Просворец. Просворец. И вот она где я сижу. А у них там эксперимент. Он, например, посылает своего помощника в зал. Да, да. Он сыпает часы в зал. А там... Я вернусь, я не вижу. Я бы сейчас определила, у кого эти часы. Вернут. И вдруг мама говорит, давайте мне часы. Пусть она выгадает. Но он спиной стоит вроде бы не видит. Весь зал взял. И вот она говорит, я взяла часы. И давайте жил помощь считать. И он, значит, у нее несколько попытков. Он ходит, ходит. У нее ничего не получается. Ходил, ходил. Потом говорит, ну извините, техническую причину. Но номер не получился. Да. И вот мама тогда поняла. Надо же, какая стела Божия. То есть она покрыла маму вот эту молитву. А получается не все-то. Отстанывала. У нее столько таких новых случаев было. Вот это вот, знаешь, наша восьмерка ульянская. Ну вот такая же, да? Спуск сильный такой. Вот она говорит, во молодости она ездила, тоже училась. И она говорит, я ехала один раз на автобусе. Вот такая тоже гололюд была. Обледенница. Ей, говорит, тормоза отказали. А, ну мы еще маленькие были. Еще папа мой. Ну признаки инвалид. И трое детей у нас было у нее. И она говорит, мы летели вот с этой восьмерки. Я говорю, ну чемодан у нее как раньше это было. Сумка-то большая. Она студент ездила, заочень училась. И она говорит, я молилась всю дорогу. Зажалась, говорит, но смерть в глаза. Он говорит, летит, спускаешься туда. И она говорит, ну не знаю, наверное, как молились все. Я говорит, вообще молилась, что господи, у меня и отец инвалид, и трое детей еще маленькие. Я мечтала молитву. И потом они летели, летели, и там какой-то дом. Первый частный дом, вы, говорит, вреды. Тут же, как милиция наехала, все. И говорит, водитель вышел, здесь бледный. Конечно, ему плохо. Тут и скорая, и все. И все удивляются. Милиция говорит, как вы остались живы и не перевернулись ничем? Никто не пострадал, да? Она говорит, кто-то вас знает Богу годен. Она говорит, да нам все угодно, раз все живы остались. У нее таких случаев было в жизни очень много. Она тогда рассказала. Маме, считаю, было, что значит ей жить и мне родиться, к Богу прийти. Я говорю, когда Господь ее хранилась, она говорит, я была маленькая, волосы не с надлеем были, такая кататься. На мазках они, у них речка, и пошли они там, у них купались, и что, а мазки же под водой всегда скользкие. Она говорит, я наркотик под водой, а у нее старшие сестра, она от меня забылся. Из-за косы в ледокварти вытащила. Он говорит, если она меня не вытащила, я бы утонула. А уже когда-то взрослая была, училась, еще студентка, не замужем. Они были. Я забыла, какая река, как там называется? Черемшан, наверное? Черемшан, да. И там есть, говорит, воронки даже. Мама говорит, с сестрой плавала, но у меня мама плавала хорошо, кстати. И она говорит, как они попали в воронку. Ну, а мама, наверное, так читала сети с Николаем. И она говорит, ну, все, тонем. А сестра, она говорит, что хуже плавать у меня. Она говорит, мою ногу зацепилась. У меня говорит, так в воронку. И она еще не за ногу. Ну, я вообще не знаю. Она говорит, может, она замолилась. Она не помнит вот это все. Но такое, говорит, ощущение, что нас кто-то вытолкнул. С этой воронки как будто. И мы, говорит, вот так же остались, выплыли. Она на мою ногу зацепилась, так и держалась. И вот у нее таких случаев очень много. Потом еще, наверное, интересный случай в школе, когда она училась. У нее в соседнее село. Она, мама послала ее по весне, когда ставила снег, к тетке. Ну, если не помню, зачем там. И она шла, провалил снег, пришла к ней мокрая. Вся простая, у нее это понимание. Вот по линии легких, ел быт получше. Но, ну, что раньше? Она от 37-го года рождения. Это еще сколько ей? Ну, 37-17 лет. Ну, в школе она уже ученая, 9-10 класс. И она говорит, все, меня уже отвезли. Как это называется? Для смертников комната. В больнице. Ну, комнаты, где, говорит, все, к смертникам. Какая-то комната была, там 3-й этаж, что ли. Я не знаю, как она называется. И она говорит, я уже все, плохо. Такое состояние не было при смерти. И она говорит, кто-то, вот 3-й этаж, ну, дверь. Говорит, кто-то в окно 3 раза сильно стукнул. Тепло. Я, говорит, от страха, как начала кричать. Все, говорит, прибежали. Что, как-то случилось. А я сразу как-то в себя пришла. И, говорит, меня потом сразу перевели в теплую, ну, такую палату. И так она, говорит, я после этого пошла на поправку, выздоровела. Но она, говорит, мне всегда казалось, что населитель Николая помог. Мать, наверное, была верующей, молилась. Ее мама, бабушка. Вот она таких чудесных случаев очень много. И она говорит, ну, как вот, 3-й этаж, никого же ничего не было. И, то есть, к ней пришли на помощь. Если бы она не скричала, не этот сильный стук. Я хочу сказать, она говорит, столько случаев, вот сколько Господь спасал, да? Ну, смертные случаи у нас много бывает в жизни у каждой. И вот такие чудесные случаи. Я, говорю, тоже, я вот раскладываю с этим. Все мамины примеры, они просто помогали. А теперь тоже хорошо, видишь, у тебя бабушка. Юра, еще и роди. Дай Бог, конечно, хорошо. Это мой первый, кстати, храм. Я тоже туда начинала ходить. Там мы венчались. Там у меня самой домочкой я первого владела, взяла этот храм. Ну, сейчас мы вот в Новом городе. Мы там сейчас живем, там ходим. Ну, ладно. Ну, значит, мы собираемся с праздником. Мы очень рады, что это у нас такая вот берущая, да? Мы как бы свои чувства, да? Сразу. Как сестра. Очень приятно, да. А то сейчас у нас в одном отделе не выглядит. Вот. Да. Мы тут, я иногда хожу, то ли секталку принимаем, то ли чего. Ну, может, люди просто неверующие. Я вот вчера в одном отделении. Вы чего? Вы к кому? Я говорю, к Ассуну сразу. Я к православному. Ну, вот сейчас опять одна. Мы пошли в отделение. Она говорит, а вчера тут гоняли. Вы опять идете. Ой, я говорю, Таню пошли отсюда. Да, неверующие. Мы так напугались, конечно, неприятно. Ну, помолитесь Богу. Говорю, мы пойдем. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Сегодня у нас 16 января 2019 года. Ну, что получается, уже в пятницу будет крещение Господне. Называется Богоявлением. Материалов много, проповедей много. Но мне хотелось зайти со стороны Священного Писания. Еще, чтобы человеческого там не было. Сначала я попрошу напрячь память. Что я скажу. Что у нас есть ресурс. Это мой мир. Ну, мой мир это вообще, я считаю, очень-очень. Никакие тут в Фейсбуке близко не стояли. Насколько это хорошее. Вот оно где. Вот тебе мой мир. Одноклассники, там контакты. Я их все вместе. Сколько было. От него сейчас все отняли. Ну, представьте себе, что здесь было сделано. Для работающего человека. Одновременно можно было 12 фотографий посылать. Ну, три раза. Тут нажмешь только. Секунды. На 10 тысяч человек. Ну, покажите эту систему такую. 10 тысяч. Это друзей у меня столько есть. 10 тысяч. А я их наберу друзей и через неделю у меня будет 20 тысяч. Но получить могу только 10 тысяч, а потом другим 10. Одновременно 12 фотографий. Или текст 5 тысяч знаков. Это вообще. Ну, видимо, всякие пакости стали писать много. И они это закрыли. Теперь помаленьку на каждое. Несмотря на это. Как здесь все открыто. Ну, вот примерно. Вот открыто. Здесь сверху. Друзья. Сколько у меня здесь? Ну, у меня немного здесь. 4189. Вот рядом фото. Фотографии. 12 тысяч 413. Видео здесь у меня немножко есть. 9 тысяч 552. 9 тысяч. А всего 13 тысяч 600. Ну, что тут? Музыка сколько? Группы игр тут у меня нет. Группы две. Игры нету. Это ткнуть только. И все, пожалуйста. Видео ткнуть сейчас. И там крещение за все годы. Видео. Фотографии. Все о крещении, которое у нас крещение, которое здесь. Так вот. Вот. А второе. Это форум. Ну, форум выглядит у нас вот так вот. Вот. Православный форум Игнатия Латвина. 1600 тем. Тема. Не просто так. Тема. Там страница за страницей идет. На одной странице, кажется, 6 страниц по 50 тысяч знаков. И таких страниц бывает до 20 в одной теме. Огромный материал. Там же и видео, и все. Я это говорю сейчас, чтобы показать о крещении. Вот. Вечернее, богослужение, водосвятие. Ну, это было в 2014 году, 18 января. Барнаул, Крестово-Зижинская община. Вот оно здесь. Сейчас только открыли и пошло. Стоят люди. Дальше. Крещение наобий. То есть это. Прошло в Крещение Господне. Три файла ролика. Братья ходили на опыт, раздавали. И вот смотрите, текст идет все. Вот тут опять видео. Вот. Евангелие, говорит, валяется. Дальше. Житель Якутии умер после купания в крещенской купеле. Вот, пожалуйста. Эта администрация выставляет. Вот, пожалуйста. Еще что. Размышления на крещение. Игумен Нектарий Морозов. Вот он. Это все только. Проворачивай дальше. И все это видно. Дальше еще что. Крещение. Атри. Атри. Что тут они говорят. Это такое. Ну и мы все это берем. Нашли. Разорванный. Брошенный Евангелие от Иоанна. А видео то убрали. Сделали общее. Одно из трех частей. Ну понятно. И вот дальше все это показывано. видео. Вот это первая страница. Теперь вторая страница. Вторая страница. Сейчас она перекинет на нее. Вот. Потому что тут большая закрутка идет. Вот оно. Вот дальше начинается праздник. Крещение в Барнаульской епархии. Видео. Но тут все это Видео Женщины купаются Вот посмотрите как делало Видео вот Дальше вот как купаются Вот стоят, выходят женщины Ну все тут какой-то треугольничек Внизу надеются и вверху треугольнички любят Пузо Как это, пупки видно Вот они стоят А мужики стоят и смотрят Он даже уже на снегу стоит и рот разъянул Вот они ноги А вот она залезла на водежу маленькая Вот теперь Вот они еще идут Это все снимки официальные Это в Барнауле так Это все Пожалуйста стоят И что об этом будут говорить Милиция стоит Ну и нам еще Еще тут околомассажем дорожном Видны эти быки Вот тут за водой пришли набирать Статья Почему я против крещенских купальней Купание Была основана на материале Заимствована из настольной книги Священнослужителей Для священнослужителей Булгакова Сергея Это Она и в тихий пишет Вот большая статья Большая вот я тормоза А вы дальше считайте Ну ладно Большая статья Я думал что успею просмотреть Тебя тормоза То прочитать можно будет Все равно Вот какая статья Он против купания И в тихий И правильно что против Это все язычество И в тихий Епископ Домодедовский Московского патриархата Конечно Настоятель Богоявленского собора Город Ишим 25 января 2011 год День памяти Ну и проще такое Здесь я выводил Здесь опять дальше Мужчины Вот здесь что О крещении Свидетельствовали Теперь я пишу Благодатность Богоявления Игнатий Лапкин Открытым оком Том 12 Это моя проповедь была Здесь помещенная Но это поместила Администрация Тут все описано Благодать Как понимает Вот Посмотрите сколько Тоже проповедь Можно просчитать Я-то даю Просчитать Места писания Выделены красным Вот не знаю Тут просчитается Или не просчитается Но Это проповедь Взятая Из книг Я много На эту тему Не раз говорил Сегодня я как раз Хочу добавить К тому Материалы Кто пожелает Проповедь Да может просто На форум Зайти На наш Я его выставил На первое место Сейчас А как А в конце Точку поставил Как будто Новый материал Она его выбрасывает И вот Это Это проповедь У меня проповедь Не длинная Это по полчаса Примерно В среднем Полчаса Я это говорю Только вот эти Места писания Бывают записаны На память Теперь вот Пишу Что Да Это проповедь Сейчас я его Прочитаю Стихи Знамения Избранники Просили Что с ними Иегова Как гарант На шерсть Тросу Дабы пролил Обильно Чтоб заперто Открылся Божий храм Знамения Знак веры Молодушным К ним Причисляю Не стыдясь Себя Ударят Может Сколоколин Пушки Пробудет Пастыри Что за престолом Спят Знамения Того Что слово Живо Не от того Что дьякон Проревет Переодевшись Заведут машины И сделают Евангельский Рывок Мерцание Свеч Нечистых Псалтери Всех Светил В сравнении С ним Предания Потускнут Сын Человеческий Даруй нам Новых сил Вот это я Ну и дальше Опять проповедь Богоявление Для проповеди Ну тут Я просто Задержаться Боюсь Много будет Это Администрация Выставила Вот она Администратор Супер главный Называется И вот теперь Считать проповеди Мои проповеди Не такие Как у всех Почему А я В своем Не корежил Ни семинария Ни академии Ни диссертации Ни кандидатской Ни Ни какими Ни докторскими Нигде Я только молился Все это Выпрошено у Бога Выпрошено И он щедро дал И дает жизнь Он дает жизнь И дает с избытком И еще я даю Тут все надо Посмотреть будет Просчитать Я продергиваю Он жаждет Движение Сто тридцать проповедей А их сколько было Испортит Таким стихи Грозовые вспышки Меловеческого сына Его распятие Тысячекратно Ярче солнца Взор просветленный К небесам Поднимем Будь не младенцем В вере Высусен Взрослым Так Три только брала Три только брала На три Всего на три Вот так тогда Выходит Что три Пока же я думал Что у меня тут четыре Строит И вот она стоит рядом Вверху написано Барнаул Вот это Женщины стоят А там мы уже смотрели Но еще тут не пропустил Нет Как будто бы И откуда взялись Я жирусь Только на каждой Как в моржи Их не Еще что-то тут Не хватает Все на этом Так вот Хотелось как раз Сделать сравнение Кое-какое Кое-чем Какие мне пришли Новые размышления Вот После молитвы Повторяю Прошло Пять тысяч Пятьсот восемь лет Сотворения Адама До рождения Иисуса Христа Пять тысяч Пятьсот восемь лет Христос в яслях Пропоеданных народах Верую Показал себя ангелом Ангелы воспели Слава Вышних Богу На земле мир Человека благоволения Ангелы его не видели Они только пели Теперь они увидели Его воплощенном Богородице было Четырнадцать с половиной лет Когда она родила Вот считайте Во сколько вы давали замуж Это нормально у них было Не в пятьдесят же лет Походить Но дело в том В первой христианской церкви Праздников было Поменьше Маленько У нас их тысяча праздников На год может быть Несколько праздников На один день попадают Иконы Чудотворные Мем Мощи Обретения Второе Третье там Обретение мощей Головы Ну и прочее И прочее У христиан тогда был Только один праздник Не считая Пасхи Один Пасха это Пасхальный день Праздник праздников Один Какое Богоявление Крещение Христа А почему Почему они не Рождество Рождество было приклеено К этому празднику И они его отмечали Тут же с ним вместе Благодаря этому А вот теперь давайте подумаем Что было Миссия Христа была В чем заключалась В том чтобы спасти погибших А когда Христос родился Спасение началось Да оно началось Но незримо Еще 30 лет Антракт молчания Бежал в Египет Пришел Проповедовал И никто не знает И даже Иоанну Было дано знамение Увидишь на кого Голубя Духа Святого Сходящего как голубь Вот Явился народу И с этого момента Вот С 19 января Как у нас принято думать Началась Миссия Христа Благовестие Благовестие Приобретение учеников До этого не Вот теперь он вышел И все в 3,5 года войдет Начало благовестия Запомним это Христос уходя с земли Говорит Идите проповедуйте Евангелие всей твари Везде и всюду Только об этом Но Уже восхищается он На небо И говорит Ждите обетованного Духа Божия То есть Это все было Только прелюдия К главному 7,37 Евангелие Иоанна говорит Кто жаждет ко мне Иди и пей Все сказал о Духе Святом Которого имели принять Ищем потекут Реки Воды Живой Вот это Наиглавнейшее Мы потекли Реки Воды Живой Ничего боялись Ходили и говорили И говорил Говорит Сам не знаю чего Христос воскрес Упрекал за неверие И три с половиной года Христа прошли Незаметно для них Они боялись Спрятались Что со всем тем Может столько-то Путешествующих В Маус А теперь ждите И вот этот Антракт молчания Продлился на 10 дней Вот это время Монастырское было Бог Создал монастыри Как? На 10 дней Делать нечего Не знают Так сегодня монахи Молчат Боятся И страха заперто Вокруг стены монастырей Вот это вот и есть Монастырское Попытка была Когда говорят Сделаем три кущи Не получилось А вторая По повелению Божию Вот все дальше Дальше человек будет Придумать эти монастыри А Божий даже и не человек Чтобы прятаться от народа Не говорить никому Никого не выпускать И прочее И теперь Начнется главное Ждите День Пятидесятницы Вот это полное Богоявление В Духе Святом Вам хорошо? Господь говорит Лучше будет Если я уйду Если не уйду Дух Святой не явится Он пошлет Так вот На Богоявление Это прелюдия К Пятидесятнице Ученики не пошли На проповедь Богоявление Богоявление Крещение Можете ли креститься? Будем креститься То есть Речь шла о страдании Я немного Отсюда Возьму туда И что Богоявление Была вода Что сегодня Везде Вода Везде вода Водой заливают Я работал Когда-то Здесь Дворником В Покровском Соборе И вот Когда выливают Воду Там Наливают мимо Бороз Под сорок Бывает градусов И льют И льют И льют А большой Бак Здесь Сделан Был Я не знаю Куда-то Его то ли Убрали То ли Нет И тут И пуговицы И разбитые Банки И все Это в мороженом Мне приходило Долбить Все это Убирать Ну раз Дворник Надо смотреть Самый Бессолковый Праздник Весь город Стекается В очереди Уйдут Не одна очередь А в 3-4 человека И тянутся Змеей И на опто Пойдут И крестный ход И к воде И все Абсолютно Все Пришло потом Христос Почему не сказал Почему там Не черпали Я сам черпаю Я без святой воды Никуда Но я просто Хочу показать Насколько мы далеки От первоапостольского Понимания Крещения Христа Это Богоявление Наше крещение Начнется В день Пятидесятницы Крещение И день Пятидесятницы Вот Люди разделились Все разные Разные говорят Конфессии Веры Народности Языки Смешал Бог А когда смешал В 1656 году От сотворения Адама Был потоп 1656 Себе запишите Теперь добавьте 721 год Это Вавилонская башня Какая цифра Получится Там возник Русский язык Еврейский Вот все Считается Сохранился язык Который Евреев Более-менее Похожий На Адамов язык И что дальше Разделили А как соединить Пятидесятницы Все заговорили За всех народов И все другого понимают Вот это анти-Вавилон А что там было Огненные языки Огненные А у нас водой Только брызгать Может батюшка идет И кисточка Как язык А огня никакого нет Вода И вода это И притом Идут купаться И все это Выдумки Преданием Назовем Не только Ну Однако так Огонь Вот теперь Пошли по всему миру Разлетелись Вот идет Павел Савл Господь Остановил его Далее что Крещение Вот оно Богоявление его Бог ему явился Бог явился Заговорил Сея сын мой Возлюбленный В нем Мое боговоление Как в этом Преображении Его Слушайте Его Его А сегодня Кого угодно Авы разные Геронты Им конца нету И на Библию Вообще не смотрят Крещение Духом Водное В крови Вот это стихотворение Я когда писал Крещение Духом Водное В крови Вот тогда Мы пойдем И вот теперь Если сравнить С тем Как было И что сегодня Готовится Посуда Откройте Сердца ваши Наполните Благодатью И ожиданием Дня Пятидесятницы Само по себе Вот это Богоявление Христа На первом месте Было Как Начало Благовестия Иисуса Христа А сегодня Этого Вообще Нету Грешен Грешен Исповедуется Священник Спрашивает Человек Неверующий Вот пишет Здесь Наталья Усатая Мама Совсем Неверующая Ну Как безбожница Поступает А священник Меня допустил Я причастилась Допускает Дух Святой Если Бог Здесь Причащает Как Феофан Затворник Говорит А Бог Я не Причащаю То что Будет Священник Я благословляю А Бог Я не Благословляю Что будет Утверждено На небесах Брак Сосчитает А Господь Не Сосчитаю А у него Пятая Манька Десятая Танька Ему Зачем Это Ну Это Все Это Развращение Это Несоответствие Тому Что есть Главный Праздник Должен Остаться Начало Благовестия И он Будет Сретение Выдуманный Праздник Какой праздник Там Праздник Смерти Он не мог Умереть А теперь Ныне Отпущаешь То есть Пришел домой Лег и помер Симеон Богоприимец А почему Не отпраздновать Сретение Собственное Когда я Встретился Со Христом 27 сентября 1962 Года Латвийская ССР Город Венспас Улица Карла Розенберга 18 Дробь 4 Вот откуда Начались У меня Главы И стихи Священного Писания И поэтому Богоявление Это начало Проповеди И они Соединили Первые Христиане Так я понимаю День Пятидесят Если привели Суда То есть В этом Все было Господи Ты крестился А нас Крести Духом Святым И чтобы Духом Водное В крови Сейчас и крещения То нету Мокрой Поповской Пухлой Ладонью По голове И все Погружения Нет Почему Безбожники Пятидесят Апостольское Правило Их извергает Они не Ненастоящие Как говорят Ненастоящий Царь Это Ненастоящий Поп А вы К такому Подойдете Да я Подойду Подойду Такой Это я Христианин Не надо Подходить Наверное Не знаю Не знаю Я считаю Они все таки Имеют Благодать По милости Божией Не раз В видениях Было Показано Священник Связанный Лежит Там Под лавкой А крещение Совершается Ангелом Ну это Рассказы Такие Я к крещению Обращаюсь Сейчас Приготовить Сосуд Сердца Для огненного Излияния Вот интересно Когда Считаешь Некоторые Предания Такие Сказания У евреев О пророке Илии Отец У него Совах Был И он Сохранил Что ребенок Лежал Когда В люльке Вынесли Его То Увидели Как Ангелы Пеленают Его Огненными Полотенцами Огненными Вот чего Нам не хватает На Чашу Дают Огненную Чашу И пьют Как Еремей Говорит Огонь Был Разлит Во всех Костях Я усилил Он Сомолчать И не мог Ноги Как Прекрасный Благовестующий Мир Благое Поэтому Священники Болеют Профессиональная Болезнь Ну Лопаются Вопреки Слова Божия Дальше Дух Святой Дает Законы И законы Эти Превыше Всех Законов У нас Закон Китайский Никакого Значения Не Имеют Советские Законы В одной Старая Конституция Отошла На нее Сылаться Нельзя Ян Златоуст Говорит А закон Христов На все Времена Для всех Народов Потому Что Единый Вечный Царь И Поэтому О Крещении Купаться Не надо Это Вредно Это Язычество Там Ничего Нет Друг Перед Другом Только Выныряют Выныривают Кощунствуют Приготовиться К истинному Крещению Уверовым Креститься Руками Неотплышенного Священником В воде Трижды Погружаться В воду Трижды Об этом Патриарх Алексей Говорил Неоднократно Где не крестят Ищите Где крестят А сам Уже Ничего Не мог Сделать Я думаю А сам Ты крещен Был Или нет И потому Как держит Патриарх Ребенка Фотография Стоит Ноги Вот так Вверху Одетый Ребенок А он Ладошкой Кретит Патриарха Извергать Сразу Надо Согласно Канонического Правила Я к нему Не имею Ничего Они Думают Им дана Власть У них Власти Никакой Нету Никакой Совершенно Эти палочки Жезлы Держат Что он Может Сделать Он Даже Ударить Не может Даже Шелкопряда Из Китая Не выведет В этой Палочке Потому Он Не нужен Никому Поэтому С днем Пятидесятницы Соединяется Совокупности Крещения Христова С нашим Крещением Духом Святым Это Вот то Что я Хотел Добавить К тому Что Мною Уже Было Сказано Многократно У нас Все Извращено И Возвратиться К этому Возможно Только Начинать С самого Себя Без Благовестия Не Жить Священники Чтобы Исповедуя Людей Спрашивали А ты Благовестовал Евангелие Раздавал Нет Отойди В сторону Как На Антихристов Смотреть Как Обманщики И вы Видите Как Посыпется Все Священник Уже Имеет Это Власть Ну Представьте Сразу Только Вначале Кто Бритый Не Подходите Идите Пока Борода Растет Сидите В проклятом Мерехоне Все Кто Не Постился Прощь Отсюда Вас Отключать На Два Года Надо Каноны И все Ничего Не Будет Храме А то Народу Много Он Прищищал Там Постой Человек Все Это Фикс И Обман Шестой Вселенский Собор Восемь Четвертое Правило Настаивает Если Нет удостоверения Что Тебя Кресили Погружали Креситься Надо Не Было Крещение Не Второе Оно Не Третье Оно Первое Будет У нас Есть Такие Люди Которые Поняли Приезжают Крестятся На Батюшку Ропщат Ну И все На этом Пока Я Доволен Что Не Так Прости Господи Призываем Всех К Крещению Полному В воде И Крещению Духом Святым Богу Нашему Слава Вовеки Аминь